Руководитель охраны России Я видел замечательные выставки в Государственном историческом музее, которую по традиции вместе с Гохраном России исторический музей проводят уже в который раз. И первому человеку, которому я хотел бы дать слово, большому патриоту России, человеку, который многое делает для защиты российской государственности, но и в то же время любит и ценит прекрасные, любит работы наших мастеров, не знает работы, которые представлены здесь Леониду Доваровичу Злуцкому, руководителю партии ЛДПР, председателю комитета по международным делам Государственной думы и председателю Российского фонда мира. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, как слышно? Дорогие друзья, коллеги, для меня сегодня знаковый день. Буквально полчаса назад мы открыли на Тверской улице и мыли на доску великому поэту Андрею Дмитриевичу Дементьеву. Для меня большая честь была, вся жизнь прошла вместе. Он был моим первым заместителем председателя правления Российского фонда мира. И сейчас, конечно, все друзья, весь наш круг, Сергей Степашин, Михаил Четкой, Павел Кусев, многие другие, кто знал, Кухрам решает специальные задачи, порученные руководством страны и их еще в советское время. Андрей Владимирович – человек с обостренным чувством прекрасного. И работы останутся. И для нас большая честь и удовольствие соприкасаться с вами, а тем более поддержать вас во реализации ваших творческих замыслов, по идее, как страна, которая не только добывает уникальное сырье, уникальные камни, многие из них только не так давно устал, как называются, но и создают совершенно невероятные изделия, которые занимают достойное место, и она абсолютно заслужена, сокровищница мирового ювелирного искусства. В непростом бюджетном процессе вас ценят за выполнение профессиональных, специальных и порой весьма конфиденциальных задач, которые вы делаете, реализуете ежедневно. Но вместе с тем вам огромное спасибо за то, что вы собрали здесь всех этих талантливых людей, которые действительно искрятся, как и их произведения, желание создавать, созидать прекрасное и дарить его людям. Всем вам, дорогие мои друзья, желаю здоровья, удачи и любви! Спасибо! ...департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Елене Михайловне Харламову. Добрый день, дорогие друзья! Я рада быть здесь и открывать вместе со своими коллегами выставку. Я успела ее немножко посмотреть. Это, правда, невероятно красиво, это очень изящно и очень ювелирно с точки зрения работы сделанной. Я хочу сказать, что это очень важно. Современный художник отдавать площадки в больших музеях, где они могут представить свое искусство вместе с искусством старых мастеров, которые здесь тоже представлены. Это очень важно, как сделал музей Кохрана России, сделать здесь лекторию для того, чтобы можно было встретиться с этими авторами, узнать, что ими движет, о чем они мечтают, о планах на будущее. Поэтому я хочу поблагодарить Кохрана России на то, что вы проводите этот конкурс. Это очень важно. ...культуру города Москвы, министру города Москвы, Алексею Анатольевичу Фурсину. Правительство Москвы очень много делает для развития культурной сферы. Мы это все видим. Пожалуйста. Ну, первое, я присунусь к словам благодарности Андрея Владимировича, потому что это не просто исполнение своих собственных даже обязанностей, это точно такое ведущая деятельность от сердца, от души. И я вижу, это уже не первый год. Мы с Андреем Владимировичем, помню, одну из выставок достаточно сложно организованным в Манеже. Ну, и будем надеяться, у нас есть такая практика, когда мастера приходят в школы и как раз рассказывают, это гораздо интереснее порой классических уроков и точно вовлекает в нашу очень даже увлекающую молодежь. Ну, если он двумя пальцами упадет, что он твой, это сделать в силу нашей с вами анатомии невозможно. Невозможно. А сейчас я смотрю на значение сотен пальцев, в этом зале собравшихся, сотен пальцев, которые не уносят, а наоборот вносят все новые и новые штрихи. Вот эту совершенно замечательную историю, которую мы сегодня здесь открываем. Я тоже взглянул на выставку, она потрясающая. Надеюсь увидеть кого-то из вас, конкретных авторов, у соответствующих экспонатов. Очень надеюсь, что через 250, вот те изделия, которые сейчас выставлены, как современные изделия, которые вы сделали, войдут в золотую коллекцию этого музея, было в Кустфонде, в других местах, как показатели вершины творчества и изячества, настоящее искусство. Работает наша замечательная организация «Алроса». Я предоставляю слово вице-президенту «Алросы», большой компании, которую мы все очень уважаем, Сергею Владимировичу Парсукову. Уважаемые участники церемонии открытия выставки. Сегодняшняя выставка – это третий проект сотрудничества компании «Алроса», Государственного исторического музея и «Украда». Мы начинали историю прошлого года с первой выставки «Бриллианты» и показали, как в природе он возникает, как в нашей стране происходило становление ламазодобывающей отрасли, ограничных и ювелирных. Ровно год назад, в октябре прошлого года, тоже в этих стенах, состоялась вторая выставка записки юбилиров. На ней мы представили историю ювелирного дела в Российской Федерации, в России, в 17-19-е годы. Если будут довольны, если будут получать удовольствие. Спасибо вам. ... российских оружейников, занимающихся военной историей. Вы знаете, Россия – это страна с богатейшей оружейной историей. У нас всегда были прекрасные оружейники, мы всегда делали прекрасное оружие. И то, что мы видим сегодня, это демонстрация того, что традиции производства художественного оружия никуда не девались. ...летнее сотрудничество с «Глухраном России», и когда происходят такие глобальные, масштабные, интересные выставочные проекты, это самый лучший результат вот этого взаимодействия. «Глухраном России» «Глухраном России» «Глухраном России» «Глухраном России» «Глухраном России» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну да, потому что если есть ювелир и нет заказчика, это грустно. Правда же? Сенаторова Оксана, издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли».